Это может философа, что ли? Да, это может философа. Значит, о чем идет речь? В самом деле, есть известное высказывание, что мы должны быть настолько же бессилен, насколько бессилен Бог. Насколько бессилен Бог? Почему бессилие состоит в природе? Почему умирают дети? Почему болеют старики и так далее? То есть, он всемогущий и не заключает в себе никакого злокользного колодца. Какая связь между умиранием, детей-стариков и всемогущенным Богом? Ну, быть может, он дает им свободу свою. Я просто адресуюсь к главе из братьев Карамазовых под поводу бунта, что у детей нет греха, в то время как они невообразимым образом страдают. Да, это надо делать не в свободе, а вообще так придуманного Бога, что все должны умереть. Да, но он очень гуманный парень. Исключительно, да. Ну, знаешь, что... Это говорит, что он бессилен, он просто... Это означает, что он бессилен, он просто садист. Это я понимаю. Это одна позиция. Вторая позиция, она состоит в следующем. Что он бессилен, но она была бессилен. Нам надо постараться понять, что такое это абсолютно бессилен. Ну, скажи, вот, представь такую вещь, да. Что ты бы возвращался в эту жизнь, прожив каждую историю. Помнишь, ты бы дедуешься? Где вы этот спектакль не наскучили? Угу. Может быть, он был угодитель? Один раз и все. Один раз ты покинешься. Один раз у ребенка в три года заперли ножники, и он там умер от холода. И это как бы... Ну, не Бог же его там запер. Да, но Бог этому прикрепит, если он самогущий. Нарушит чужую свободу он не хочет. Ты кого? Это у маленького ребенка? Какая у него свобода? А там же все. Его взяли, заперли? Нет, того, кто запер. Ну... Ну, они же не нарушают. Может, почему он нарушает? Ну, запер, а тут случилось... Нет, ну, ты представь, ты себе... Кто-то был запер, а он взял и спас ребенка. Да и ставь себе ситуацию. Бог бы всегда спасал детей. Да где-то бы относились, я не знаю, как к чему-то, даже не как к мячикам, но как к какому-то там небьющемуся чему-то там, гвозди бы ими заколачивались, но он ничего не будет, Бог спасет. В окна бы выбрасывали, выбрас обратно. Ну... Ну... Как быть-то? Это был бы закон, а ребенок не может умереть. Делай с ним, что хочешь. Ну, в отчетке плох закон такой. Ну, значит, не нужно это. А так же ребенок может умереть, все равно с ним можно что угодно делать. Он взял, в ножнике его запер на ночь, на всю ночь, в холодную, то есть там, 19 века. Вот взял и замерз там, он понимал. Я понимаю, почему Бог должен вообще везде там? Я хочу сказать, что это... Это самое, что вытирать везде должен. Не, да, не из его всесильности, но потому что он всесильный, а из того, что он абсолютно бессилен. Да, нет. Мы должны быть настолько бессилен, настолько бессилен Бог. Да. Мы должны быть настолько бессилен, настолько бессилен Бог. Ну, здесь очень интересно посмотреть, что такое Бог с точки зрения богословия, отлично трансцендентное. Что такое, что является трансцендентным бытием? Вот Игорь, посмотри ситуацию немножко с другой стороны. Оставим сейчас Бога. Вот ты Игорь мог бы много исправить это мнение, да? И делать лучше. Почему ты это не делаешь? Много. Почему я не делаю? Ну, потому что я не прост. Нет, в меру своих сил. Ну, я в меру своих сил. А сколько ты мог бы сделать? Почему бы? Ну, потому что для меня это требует некого напряжения сил. Каждый всемогущий. Ну, почему ты требуешь это от Бога и не делаешь это сам? Ну, ты мунтуешь против Бога на этом основании, но сам ты это делаешь? Нет. Бога всемогущий, наверное, ничего не стоит. Да, Он всемогущий. Ну, и ты что-то можешь, но ты же не делаешь. Ну, какие, может быть, причины есть? Все, что я могу, то я делаю. Ты хочешь сказать? Нет, не делаешь. Да. Нет. То, что можешь, не делаешь, это уверяю. Ну, у нас сколько энергии хватает? У меня энергии на донышке. У меня энергии на донышке. Чуть-чуть. Два и два. Сколько у меня энергии отпущено, столько и нет. Ваши позиции можно объединить. Бог потому и бессилен, на самом деле, что Он должен соблюдать человеческую свободу. Ты вот, Валя, говоришь, что Бог по этому не действует, потому что боится нарушить человеческую свободу. Это и означает, что Он бессилен перед лицом человеческой свободы. Я говорю, что трансцендентное, то есть то, что трансцендентное миру, то, значит, не существующее. Поэтому надо Бога понять не как абсолютное бытие, а понять как его абсолютное небытие. Как абсолютное небытие. Это не зал, это богословие, это высокое богословие на самом деле. Понять Бога... Как нечто абсолютное трансцендентное миру, это означает понять Его как абсолютное небытие. Да. И тогда у нас возникает антологическое доказательство небытия Божьего, которое прямо противоположно антологическому доказательству бытия Божьего. Бог – это такое понятие, в идее которого заключено то, что Его нет. То есть, Он не является небытием. Ну... Управднется? Почему? Ну, это же логически управднение. Бога от никакого отношения не имеет. Да. И если верить Белевину, Он рассказывает нам о некой секте людей, некой секте, о буддистском неком направлении в религии, наиболее просветенные люди которого дошли до следующего утверждения. Один из них говорил, что Бог – это всего лишь дырка в нужнике. Поскольку это форма небытия. А все, что там вокруг, вокруг него вывешиваются иконки, вокруг него вешается все, что угодно, люди создают храмы, строят, собственно, нужник. Но суть его состоит в этой самой дырке. То есть, в этом самом небытие. А почему взять для нужника, например, не дырка от бублика? Дырка от бублика, она как-то звучит. Потому что этот парень наиболее радикален был. Я описально сказал наиболее вот эту штуку. Дырка от бублика тоже. А дохульники они. Кому-то бублика, кому-то дырка от бублика. Вот что такое демократическая республика. Игорь, ты можешь мне объяснить, откуда у людей столько ненести? Я не знаю. Игорь, можно твою защиту сказать? Помнишь, что Паскаль сказал? Что Паскаль сказал? Бог, Бог Авраама Исаака Якова. А не Бог Ученых и Философов. А вот ты сейчас и Бога Ученых и Философов пытаешься здесь подсунуть в качестве Бога Исаака Якова. У Пелевина есть... Авраама Исаака Якова. Есть еще точно такой же рассказ про некого просветленного, ну то есть Будду, да, просветленного учителя, который к нему проявлялся своими проблемами, советами, болями. И когда он их выслушивал, все, что он делал, он просто поднимал палец вот так. Это что значило? Просто брал, поднимал палец. После этого у него у этого учителя был ученик, поскольку у этого учителя Будды было такое количество паломников, что все ни в коем случае не справлялись с его посвящением. Очень большая была. Тогда он решил помочь своему учителю. Они приходили к нему, и он от его имени, они излагали свою просьбу там, он палец поднимал. А поэтому знал у учителя. И как-то раз, зайдя внезапно в комнату, он увидел, как его ученик поднимает палец, он отсек ему этот самый палец. Да? И отсек этот палец. И суть его состоит, тем не менее, вот именно в этом самом жесте, в этом самом понимании того, чего нет. То есть понимание пальца, пустого пальца, это… Какой-то садист. Все, зачем ты палец ответил? Ну да. Ну, подожди дальше. Еще одну минуту. Эта ситуация, она же очень интересна в том, что здесь Пелевин возвращается к своему самому первому знаменитому роману «Чапаеву пустоте». Вспомним, что Чапаев в ход пускал там свой знаменитый глиняный пулемет. Помните, да? А глиняный пулемет был в дело на некоторый палец некоторого древнего буддийского святого. И на что он только не показывал за этим пулеметом и этим пальцем. Все превращалось в ничто, небытие. Анка, она Анка пулеметчица, она как раз сидела за этим глиняным пулеметом с этим самым пальцем. В графитее, таким образом, Пелевин излагает там некую предварительную точку зрения, которая происшествует Чапаеву в этой статье. Но здесь опять очень-очень важно танцы того фундаментального понятия, что Бог – это то, чего в первую очередь нет. Это суть божественная. Но это божественное, вот это самое небытие, каким-то образом присутствует в нашем мире. Как может присутствовать в нашем мире то, чего нет? Да. Но в нашем мире очень много присутствует вещей, которых нет. Например? Ну, любой мы практически. Мы можем придумать практически любую вещь, например, химеру. Или какие-нибудь… Химеру – это все-таки воображаемое. Да. Но мы можем придумывать какие-нибудь понятия языка. Понятия в языке – такая коллизия существует, а в мире ему ничего не соответствует. Вот и Бог – одна из таких вещей. Мы ее придумали, она существует в этом, в языке. Но в мире ее нет. Ну, если вдуматься, может быть, свобода – это такое, что нечто придуманное, чего на самом деле нет. Ну, это точно так вот, я думаю. Да, просто есть иллюзия, что мы свободны, но на самом деле никакой свободы нет. С той же самой природой. И вот в мир устроен таким образом. Мы возвращаемся к современной аналитической философии, начинающейся с Рассела, которая говорит, что прежде чем поставить какой-нибудь вопрос, начать отвечать на него, мы должны убедиться во смысленности этого высказывания. Например, сказание «Ой, осли, кай, яй, яй, гёй, гёй, гёй» не является смыслным высказыванием. Так и «Бог, творец всего сущего и еженеси на небеси» не является смыслным высказыванием. Это то, за чем стоит то ли сегодняшний декабублика, вражаясь мягко. Вот. То есть вот такая богословская концепция. Но все-таки возражения связаны с тем, что Бог Авраама, Исаака и Якова, а не Бога ученых и философов. Ты сейчас как-то все-таки педалируешь на Бога ученых и философов. Нет, я как раз педалирую к некому непосредственному опыту. Тот самый, который понимал ученик Будды, поднимая палец вверх. Он поднимал палец вверх. Это был некий непосредственный опыт. Некий непосредственный опыт. То, что Бог – это на самом деле аксиома богословия. С этим невозможно спорить. Значит, Он является воплощенным небытием. Другое дело, что мы этот вопрос обсуждали, что мы не можем пробиться к Богу, но Бог может пробиться к нам в откровении. Он может выступить в откровении. Ну, вот таким небытием может быть, оно только и является к нам, в откровении является. У меня когда палец засекали палец, это и было откровение. А ты никогда не думал, что, может быть, просто Бог аналитический метод не постигается? Ну, безусловно. Может быть, если и другие. Ну, вот он же говорит про откровение. Вот парня, вот отсекли палец, вот и откровение наступило. И тот верил, что монах является просветленным. И его учитель верил, что он должен на его учение достигнуть просветления. Это вот такая школа. А потом, щипая, в смысле с самой пулеметчицей, мы уплывали этот самый палец в длинный пулемет, и помогали достигнуть просветления всему окружающему сущему. Валя, ну ты должен, ты сидишь как бы, набрав в рот, тебе не нужно, не знаю, молчание. Ты должен был бы сказать, я еще раз говорю, что Бог есть некая личность. Он же говорит не о Боге личности, он ведь говорит о небытие, о небытие, но не личности. Это просто трансцендентно, оно так и остается трансцендентно. Как Бог-то личностью является? Да, поэтому, при этом, дека от мужника или дека от бублика, она личностью не становится. Да, а вот тебе это Бог личности, ты должен как-то с этой стороны подходить к вопросу, да? Можно подходить. Нет, ну если, вот ты сидишь, ты отстаиваешь точку зрения, что Бог – нечто другое. Но если мы согласимся, что Бог себя трансцендентным миру, то его не постигает вообще. Да. Поэтому говорить, то бесполезно, что мне поговорить. Ведь святой Денисия реподирует. То есть фактически, фактически, это добрая воля человека. Святой Денисия реподирует. Вот может по доброй воле, как бы, вот я же Игору задал вопросом, не стал, то есть это почему некоторые люди так ненавидят, вообще идею. Я с тобой согласен. Одни нужники могут и конкурировать, а втори могут и больше. А что такая ненависть-то? А почему ненависть-то? Как можно ненавидить нечто, то, чего нет? Ну, чтобы сравнивать то, чего нет с этой сностью. Валя, почему ты сразу в этом видишь ненависть? Вот у меня это тоже всегда поражает. Но если Бог и не таков, как ты его представляешь, не дедушка на небесах седовласы добрые, а какой-то другой, то сразу ненависть. А почему святой Денисия реподирует? Он говорит, что мы можем заниматься не только апопатическим и богословием, то есть купить своего Бога бесконечные черты, бесконечность, силу, могущество. Мы можем это заниматься и апопатическим, то есть отрицательным богословием. Когда мы говорим, что Бог не то и не то, Бог и не диван, и не человек, Бог не личный, Бог не всемогущий и так далее. Все предикаты к нему не имеют никакого значения. Что мы спрашиваем тогда остается? Спрашивает Денисия реподирует. Он говорит бытие, мы говорим ничто. Это некая вот такая, тогда бессилие, бессилие, понимаешь, оказывается вот это самое бессилие Бога взирающего на мучение. Потому что бытие невозможно указать только на определенность, на сущие можно указать. А где ты видишь бытие? Ну покажи мне, где вокруг тебя бытие. Любую сущую часть бытия. Часть. А где зубы? Понимаешь, ты бытие примысливаешь, нет, ты каждому сущему примысливаешь бытие, но самому бытие указать не можешь wykAdd в ощущениях его нет там Бытие – это некая мысль, так и остается мыслью. Но тем не менее ты понимаешь, что это мысль, на самом деле, о чем-то как бы что есть, да, Бытие есть, говорит друг отになли. Но ведь можно точно так же сказать, что то что ты премыслив – есть ничто… Ну можно сказать, что Бытие есть совокупность сущего, пожалуйста. Бытие существующее Бытие точно так же понимается как совокупность, но это просто совокупность, развивается на самом деле не Бытие, а мир. Ну, я же указал тебе пальцы, пожалуйста. Бытие – совокупность сущности. Это называется «мир». А вот, пожалуйста, седи и указай. Да, так вот именно, поэтому в книге все. Это вот именно поэтому у такому деятелю пальцы от секрет. Именно поэтому этот вот способ достижения посвятения вот такой. А пальцы почему от секрет? Еще раз, когда указывается, что Бог есть ничто. Потому что ты не можешь указать на самом деле. Валя, послушай, когда указывается, что Бог есть не «бытие», ведь не указывается определенность Бога, а у Указывается просто, что Бог не есть нечто, на что можно вот так пальцем указать. Не нечто, что нам дано в восприятии. Это же вот чем занимается апофатическое богословие? Оно указывает, что Бог – это не вещь среди вещей. Его вот так вот глазами не увидеть. Для того, чтобы добраться на Бога, нужно сделать нечто иное. И вот когда говорят о том, что Бог есть ничто, это вот просто есть вот такое вот восхождение от всего, что кажется очевидным, от всего, что дно восприятия, к чему-то тому, что восприятие не дано. Что должно быть помысленно. Ну не знаю, пальцем я тебе уже указал на Бога, что ты теперь хочешь? Куда бы я ни ткнулся, это было. Отсекли, пальцем, все, отсекли. Нет Бога, отсекли. Но это же игра. Почему игра? А что значит? Просто отрубили ножом. Заплили, чем у них было там. И что дальше? Ну отрубили, что дальше? Ну все, достигай поседления, да. Другие пальцем указывают. Ну вот тогда ты не понял смысл урока, который я тебе преподал про предыдущие просветленные. Ну я говорю, оно апеллировать нужно сейчас другому. Богу как личность. Бог как личность, он нечто иное, конечно. Вот. Недостаточно указать, что он только транседентен, понимаешь? Этого недостаточно. Потому что личность... Я твою мысль понимаю, да. Ты сказал, надо бы сходить и так далее. Нет, Бог есть Бог. Ты предлагаешь нам сейчас... Авраам, Исаак и Яков. Да нет, я-то наоборот предлагаю спускаться, не сходить. А куда? Занимаясь апофодическим этим богословием. Беспределом, как бы хотел сказать. Апофодическим богословием, если не сходить, неправильно. Куда будем сходить? Чем ниже, тем лучше. Мы тогда понимаем ситуацию, что мир тогда у нас оказывается, как и расположено, что мир находится во власти большого количества демонов всяких. Ну, демонов там, агрегоров, допустим. Ну, вот такие, весь такой населенный мир. И единственное, что прямо противоположно противопостоит, это некое чистое небытие. Ничто. А как так получилось? Вот так, а как еще? Ничто полностью транседентное... Откуда вдруг демоны-то повылазили? Да это я тебе уже рассказываю про мир. Ну, он так, он устроен, действительно. Ну, покажи мне на них пальцы. Нет, ну, не... На эти пальцы... В чем состоит? Что-то, демоны, это не... Изантийский грегор, допустим. Некие сущие. Изантийский грегор. Валя, демоны, это некие сущие все-таки. Сущие. Да, сущие. Изантийский грегор. Кстати, я хотел... Потому что грегор, это все-таки сущие? Нет, хотел назад отвернуться, что когда ты говоришь бытие мира, бытие мира, это не есть бытие Бога. Потому что мир или Бог, это не одно и то же. То есть, бытие Бога, это одно, а бытие мира, это другое. Да, но Бога есть только одно бытие, это не бытие. То есть, бытие Бога, это не бытие мира, можно так сказать. Бытие Бога, это не бытие мира, безусловно. Поэтому мир может быть и либо прост, либо сложен. Если он прост, то он населен электронами и фотонами. Если он сложен, то он населен всякой гадостью. Но это не важно, потому что важно, что ему противостоит всего лишь одно, что мир бублик, а Бог дырка от бублика. Потому что если говорить богословским языком, это означает, что Бог вне мира, он трансцендентен. Бублик это мир, а Бог вне мира. Мне вообще кажется, что здесь задача решается совсем по-другому. Здесь решается задача очень просто. А кто-то хочет, чтобы была гидра или какая-нибудь еще митрическое существо, и что теперь? Она есть что ли для него? Для него она есть. Вопрос же идет о том, что мало ли кто чего хочет. Мы не можем так сказать, что пусть каждый человек свой мир создаст, и у каждого будет свой Бог. Как раз, когда касается Бога, этого многие хотят. А гидру хотят тому. Один хочет одного Бога, другой другого Бога, третий третьего Бога. Это все будут сущие какие-то, разные Боги. Да, небытие для всех одно. Бог иди, правильно? Небытие для Него всё равно. Ну, тогда, лучше сказать «инаковое бытие». То есть, небытие, а наше время бытие было. Это то же самое. Что небытие, а что инаковое бытие. Иначе нельзя. Но, инаковое бытие и небытие, и это разные вещи. Небытие это то, чего нет. А инаковое бытие это как бытие, не наша время. Нет, небытие – это то, что, по отношению к нашему бытью, является иным. Но, в смысле, быть я. Ты говоришь об абсолютном? Подожди, а я не бытие принимаю как то, чего вообще не существует. Нет бытия вообще. Несущее. Несуществующее для нас. Вообще. А как еще иначе? А как иначе? Нет ничего. Нет, конечно. Несуществующее для нас в этом смысле. Оно является вот таким. Абсолютное небытие. Абсолютное небытие. И есть, я говорю, антологическое доказательство небытия Бога. Абсолютное тоже. Но это не доказательство. В своем понятии заключается свое отсутствие. Нет, но такому Богу, который Игорь пытается проповедовать, ему поклоняться невозможно. Почему? А как? А ты взял на какой-то дырке бублика и построил целый кабинет, который эти бублики включат? Вот тебе церковь, лавка, святые. То, что можно злоупотреблять, это понятно. В правильном смысле. Нет. Так и существует. Почему? Чему поклоняться? Из того, что люди рисуют на земле следы прошедшего Бога, несуществующего, из этого не следует, что им нельзя поклоняться. Потому что они сами не следуют. Ты можешь сказать, поскольку небытие ясно и отчетливо мыслиться, и ясно отчетливо выражается. Да. То есть это некий непосредственный опыт, который мы имеем в сердце своем. Да. То можно как бы этот непосредственный опыт, это... Но небытие ты не можешь мыслить. Ну как не можешь? Мы же мыслим сейчас. А мы сейчас что делаем? Занимаем учебник. Мы же мыслим сейчас. У тебя мы не мыслим. Мы только говорим слова. Ну как? Можем понимать? Это ты прав, ты просто пропустил. В этом и смысле небытие я как раз. Именно вот этого самого пальца несчастного. Мы сейчас не можем, показали, взяли палец отсекли. Вот такой фокус специальный. Очень продленный ты, кстати. Духовный. Вы великий писатель. Да, а потом Анка пулеметчится. Так и делали эти самые буддийские монахи. Так это же буддистская история и есть. Да, да. Зен-буддизм. Это вот ставят этих самых адектов перед фактом. Да. Это еще не буддийская легенда. Зен-буддийская легенда. Оно вот так и пересказано. Ровно дзен-буддийская легенда. Никакая не другая. То есть как бы вот в этом самом-самом-существе. Хорошо. А как и Гергер вы к этому относитесь? К этому никак не относятся. Просто мир при этом. Им ничего не мешает быть несовершенными демонами. Ну как и гидрами. Да. Гидрами, да. Гидрами, демонами, фотонами, электронами. Мир полностью возможного рода сущностей. Но это сущности. Они имели то, что не бытие одно. Да. Не бытие одно. А сущих много. Они с нами одной крови. А сущих много. Они с нами одной крови. Мы в их миру можем жить. Некоторым можем даже поклоняться нечто. Некоторые из них обладают демоны. Они обладают большой властью. Могуществом. Что-то еще. У каждого племени свой демон. У каждого племени свой демон. У одного медверья. У другого еще кто-то. У другого Христос. И никто-либо еще. Есть просто версия, что Христос то, что он принес первым к себе. Куда? Это и была некая абсолютного небытия. Если все поклонялись каким-то сущностям. Разным. Разным. С головой дракона, с головой медведя. И они всегда разные. В пространстве, во времени, в народе и прочее. Быть может. А он принес, быть может, эту некую концепцию абсолютного небытия. Тогда жизнь превращается в одно непрерывное приготовление к смерти. Отсюда вот эти храмы католические, все из костей сделанные. Алтари из костей всевозможные. Папа предыдущий. То есть нас объединяет не жизнь, нас объединяет смерть. Да. Наоборот. Логика образования. Абсолютное небытие. Каждый внутри себя носит вот эту самую штуку. То, что мы всесмертные, нас объединяет в любом случае. Независимо, какое мы социальное положение занимаемся. Несмотря на какими мужчинами. И он, как бы, это абсолютно вот этот физический факт. А ее идея, связанная именно с… Да. Каждый как бы в самом себе. Как бы в самом себе мы эту самую штуку несем. И, быть может, это христианство по-настоящему, оно возникло именно как абсолютная религия. То есть как религия абсолютного небытия. Потом там ТО, церковники, императоры эльзотисты, еще кто-то. Приводили это дело из-за абсолютного… Нечто положительное в мире, конечно. Но это они надолгались, да. Вы Грегор продолжили. Ну, они ее, что называется, привезли в мир. Да. Приводили в миру. Приводили его. Забыли учения Христа в этом смысле. Здесь Христос не воскрес. Потому что нет еще. Ну, нет еще еще. Ладно. Ну, наверное, да. Ладно. Да, не надо, нафиг. Ты сейчас еще что-нибудь разольешь. А если ты на карбалину пролешь этот фанту, то дымкам не понравится. А они любят фанту. Ты просто не знал об этом. Ага. Ясно. Это для них иное. Да. Они же выходят в события. Ну, Игорь, если бы Христос не воскрес, то любого христианства бы не было. Так он же не воскрес? Воскрес. Ну, его же там видела полтора человека. Его только больная Мария Магдалина увидела в одном из Евангелий. То есть, она же была сумасшедшей. Из нее все бесы это изгнали. Не мудрено, что сумасшедшего Магдалина увидела. Он же воскресшего никто не видел. Видишь? Марию Магдалины никто не видел. Видели образ якобы его, который пришел. Но его в воскрешение никто не видел. Нет. Евангелие от Марта только Мария Магдалина видела его. Как он воскрешал? Он явился сначала. Он явился, понятно. Ангелы тоже являлись. Ну, ладно. Это несущественно на самом деле, ребята. Вы уже обсуждаете. Несущественно. Это несущественно. Нет. Как раз это несущественно. Потому что это получается, что небытие, если Христос как небытие, то его нет. Или он воскрешает и возвращается. То есть как бытие. Из небытия обратное бытие получается или нет? Не знаю. Можно попытаться доработать. То есть факт «возрешение» это как переход из небытия в бытие? Нет. Тут самое важное, что есть некая позиция между сущим и небытием. Небытием, а небытием. Игорь, а можно еще спросить еще раз? Ты это небытие понимаешь как абсолютное небытие или как инакобытие? Как абсолютное небытие. То есть то, чего нет. Да, да, да. Абсолютное. Как абсолютное небытие. Никак... Инакобытие ничем не отличается. Какого-то другого демона. Ну вот смотрите. Я просто немного пояснение сделал. Вот в философии принято вводить развлечение бытия и сущего. И говорят, что вот бытие и сущий разлечение. А Игорь имеет в виду о различии, которое идет дальше. Поскольку речь идет о трансцендентном, то нельзя говорить о бытии. Надо говорить о небытии. И получается тогда тройственное различение. Небытие, бытие и сущие. Но бытие относится к миру, а небытие относится к трансцендентному. И Бог на самом деле как трансцендентное является вот этим небытием. Является этот способ выражения. Непонятно, что значит являться небытие Нет, тут надо точнее говорить, что Бог — это просто бытие вне этого мира Вот и все Игорь, ты имеешь в виду вообще Бытие не этого мира — это все равно бытие Разницы никакой нет Но Булат сказал, что он под бытием понимает бытие этого мира Правильно Булат? Да Другого нет Другого бытия не бывает Очень известно Можно мыслить, что есть второе бытие — бытие Бога Оно противостоит бытием мира И тогда бытие Бога является как бы небытием мира А соответственно, бытие мира является небытием Бога То есть они друг другу противостоят и отрицают друг друга Бытие сознания, да, уже отрицает бытие мира? Ну да, кстати Чем-то оно отлично Сознание — это же не вещь О, какая это что? Бытие не означает «вещь» Бытие не означает «вещь» Бытие — это не означает «вещь» Но тем не менее Мы пытаемся Ты тоже не укажешь Да, но мы пытаемся Ты не укажешь, не удовольствием Его можно почувствовать Не пальцем уже, конечно А другими органами Это уже так просто не осечет Ну вот, это так действительно Но тем не менее Вот если мы говорим Как нечто абсолютно трансцендентное То безусловно Некая сущность То она Сутью состоит в том, что Она является небытием И просто, да, интересный вопрос Если в конце этого игры Развивать дальше Интересный вопрос состоит в том, в чем состоит Собственно поклонение Богу Да Поклонение Богу состоит в том, чтобы Все больше и больше приближаться К этому небытию То есть отказываясь Быстрее умирать? Нет, нет Не быстрее умирать Отказываясь от бытия Снимая покровы бытия Стремиться к этому небытию Ну, монашество Что такое монашество Что такое, например Пост Что такое Стол И что бы ты ни делал Бытие включить не смысл Подожди Просто самим фактом, что ты дышишь Не, ну ты как бы Отказываясь от сущего Ты отказываешься от бытия А сущего От сущего Получается, что столбничество Это символическое действие Ну за donne Да Но символическое действие Он обозначает Но Не бывает То есть стокничество И все остальные Мученичество Получается Быстрее Помогу Это форма Литургии Предпринимание этого самого пальца. Ты голоднаешь? На самом деле, опа, как мне воспитать ребенка, ведь я осталась без мужа? Как мне направо накормить 100 голодных одной рыбы? И так далее. Вот такой ответ. Чистый дзенбуддистский ответ такой. Весь дзенбуддизм в этом и есть. Фактически. Бац, так везде. Хопа. Вообще-то говорят, раньше Игорь говорил о том, что именно и должны быть такие ужасные формы. Типа столбничество и прочее. Это непонятно, может быть, как бы удастся спасти. Но мы все-таки везде всегда искали бытия. А обратно не может быть, наоборот, стремление к абсолютному... То есть, можно сказать, отказ от сущего и поиск не бытия, да? А тут отказ от сущего и поиск не бытия? Да. Там отказ от себя, чтобы пройти вот в некому океану, который выединяет нас всех, которому в основе лежит бытие. Раньше я так-то столбничество понимал. А теперь солнце возвращается в некое символическое действие. Но тогда у нас в католичестве, со всеми его храмами из костей, мертвецами, сидящими в проходе, и так у нас сотни километров, как под Неаполем, под другими городами, и алтарей, и люстры сделаны из человеческих костей, и алтарей... Это постоянное обвинение о смерти. Да, одно и то же. А не бытия, в принципе, да. Одно и то же. Но тогда получается, что католичество очень сильно отличается от православия, блин, господа. Формы, не формы проявления? Она, по сути, не формы, по сути. По сути-то в чем? Если я даю тоже в негативе... Ну, если действительно столбник, православный столбник христианский, взыскует другой формы сущности, избавляясь от себя, от самого себя, от Я, для того, чтобы в основании найти некий океан бессубъектности. То есть он для этого... Леонистическое, как мы говорим. Ну, здесь не так, конечно, но вот какой-то такой океан. Ну, вот, чтобы для этого делать. То есть здесь, как бы, ситуация прямо противоположная. То есть ты вообще отказываешься, как бы, от мира для того, чтобы воспитать. И помните, как этот, у Достоевского-то, князь Мышкин говорит, что почему такой-то, такой-то не мог принять католичество? Да потому что католичество говорит, не просто идею Бога по-другому извергает, а оно просто извращенного Бога проповедует. Прямо совсем другого. И действительно похоже, что другого. Ведь у православия или христианских вот этих алтарей и храмов всех из костей, и сотни километров катакомбль, где покойники сидят в мумии, одним за другим, одним за другим, бесконечными вереницами. И такого не найдешь. Илюстры, чтобы из костей сделать. Илюстры, чтобы из костей сделать. Атоличество есть такое? Конечно. Есть целая храма, где люстры прямо из костей. Да, алтарей из костей, всякое вот это. Я Павел II, когда Африку посетил, он сказал, что Вуду – это настоящее католичество. Вуду. Знаменитое его выступление Иоанна Павла II. Посвящение его вот так. Вот совсем-совсем мыть. Не знаю. Если это так, действительно, мы должны постараться точку-точку зрения схватить, когда у тебя, с точки зрения любого положительной религии, ну, типа иудаизма, или еще какой-то другой религии, Иисус является абсолютным сатаной. Ну, с их точки зрения так, действительно. И действительно, он выносит людям совершенно новый завет. Вы все разделены в мире, но вы едины перед лицом смерти. Действительно. Это трудно отрицать. Господь абсолютно бессилен. Мы все в его власти. И действительно, мы все в его власти. И вместе с этим он абсолютно бессилен. Да. Бессилен перед неизбежностью. Саш дал суда перед неизбежностью. Человек поклоняется Богу в том смысле, что сам не пытается что-то создать, а сам должен это бессилие покориться. Он бессилен, потому что не может вмешиваться в этот мир. Кто? Но он абсолютно всесилен, потому что мы все уберем об этом его всесилие. Правильно? Да, 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 да. Бессилие не имеет даже смысла любого деяния. Потому что никакой разницы между девочкой, которая умрет этой ночью на молоде в нужнике от 3-летней, и тем, что она умрет в возрасте 90 лет, окруженная внуками и правнуками. Никакой разницы. Это никакой разницы. Поэтому как бы как бы... Болтались при чем? Болтались вообще ни при чем. Как не связано со смертью и стучи не избираетесь. Это, кстати, ответ тебе на тот вопрос, что ты говорил, что как же так, девочка умрет. Да, ну ты не обряд ли говорил. Вы тут как бы всего юмора-то не понимаете. И дальше ты столкнулся, раз Бог не бытие, то зачем нам нужен такой блог? А почему нужен же? Потому что мы не бытие носят сердце свое, куда ты до него денешься. Он действительно у тебя как раз, как говорил, форма навязчивости. Вот он тебя чувствует. Это некий опыт. Ты коврешь, действительно. Это... Да и ты сейчас в мире своем живешь, у тебя же... Да, получается нет. Просто если не бытие, то не бытие... Мы просто обозначаем словом Бог. Разница никакой нет, что не бытие, что Бог. Просто разница понятен. А все-таки получается, что не бытие никак не влияет на мир. Да вот оно влияет. Оно вообще само по себе... Не, оно влияет через нас, поскольку мы ориентируемся... Мы ориентируемся на смерть, понимаешь? Ну да. У тебя есть смерть. Ты там в нужнике, а ты его иконками сверху клеил. У тебя есть смерть, понимаешь? Я понимаю, я понимаю. И вот так оно влияет на нас. Но для нас смерть это... Смерть это либо как форма, либо как сущность. А почему все-таки дырка там нужна? Ну вот так, как бублики. Ты же умираешь, либо ты умираешь... Потому что не бытие, не бытие. А ты либо кабинал построен над ним. Валя, смысл-то какой? Это не бытие, но для нас это не бытие есть что-то. И мы можем это цепить как бы что-то, что-то делать. Поклоняться мы можем, бояться его можем там, еще что-то делать. Но он собой ничего не делает. Хотя этого не бытия как бы нет. И это все, что только о нем можно сказать. Да, да, да. Но культура этого, почитание этого, взаимодействие с этим не бытием есть. Но ты никуда не денешься. А поскольку мы все смертны, оно нам и явлено через наш конец. Да. Ну да, мы все знаем, что мы делаем это. Да. Это непосредственно говорит Джахадидер, что жизнь из бытия к смерти. Вот тебе, пожалуйста. Ты знаешь, что ты умираешь. Конечно. Да. Протом интересно, что опыта такого ни у кого из нас нету, опыт умирания. Нет, ну мы же видели, как умирают другие люди. О-о-о. Другие. Я видел, как у меня хомячок умирал. Нет, ну есть же такая даже версия, что животные отличаются от человека тем, что животные не знают, что такое смертель. А мы знаем. Да. Но у тебя есть некоторая штука. То есть ты же знаешь, что... То есть не бытие или бог. Это то, что ты не всегда был. Да. Но у меня же это опыт не всегда, нет? Нет. Но у тебя есть опыт, чтобы ты был не всегда. Да. То есть у тебя есть некий опыт, который я тоже назвал бы трансцендентным. И тоже опыт небытия. Да. И это опыт небытия опять. Он трансцендентный. Ты видишь теперь, что многим людям уже было 40 лет, когда тебе было там 15 лет. Трансцендентальным. Я бы даже сказал, что опыт является трансцендентальным. Потому что это тот опыт, который дан нам априори, но которого опыта у нас нет. У нас нет ни опыта рождения, ни опыта смерти. Но опыт рождения и умирания нам дан априори. То есть трансцендентальным способом. Вот что дело. Кстати, может быть у нас действительно не будет опыта смерти? Может его и не будет? Не будет, конечно. А как еще? Не будет. Потому что тот, кто умрет, в этот момент тоже не будет. Но тем не менее вот такое трансцендентальное понятие, трансцендентальное понятие бытия, это именно поэтому то, чего нет в мире небытия. Вот это небытие некое трансцендентальное понятие, безусловно, существует. И живет оно тем способом, что мы его как... Да, что мы вокруг этого самого пустого места построили храм, а некоторые даже там взимают в плату за вход. Да? Ну вот таким способом. Не только. Это один способ. По-другому способу, что то, что мы умираем, и то, что для нас это существенно. Да. И нет ничего более существенного, кстати. То есть как бы фундаментальная вещь. Подожди. Эти, которые построили храм и взимают в плату за вход, они же утверждают, что он воскресен. Есть разные версии. Чего только не сделаешь нехорошего замерка. Чего он такое не сделаешь? Чего только не скажешь. Ну да, никто ведь не воскрес. Только Христов. Причем, ты знаешь, я бы сказал, что это такой не атеизм, потому что здесь нельзя сказать об атеизме. Это такое издевательство над верующим называется. То есть люди верят в небытие, как в бытие. Да, да, да. Важное замечание. Вот именно так вам все это правильно сказано. Что люди верят в небытие, как в бытие. Вот в чем прикол. То есть верят в то, чего нет, а так оно и есть. Да. Ну, с другой стороны, есть ли способ мыслить небытие обмерить? Согласитесь, да? По-другому человек не умеет. Представляете? Мысли только тогда. А с другой стороны, видите, что значит для тебя небытие? Это все то, чего ты не знаешь, правильно? Да нет. Ну как нет? Ну как нет? Небытие на новое. Ты там видел? Не видел. Ну они наверняка есть. Поэтому я называю небытие это санитарное понятие. Поэтому классно. Небытие, ты такое же бытие не можешь сказать. Ты ни на бытие не можешь сказать, ни на небытие. Ты издевательству говоришь? Никакого издевательства я не вижу вообще. А мысль интересная. Вот. Сам по себе. Ну чего? Вообще-то она богословская. Есть даже такое богословие. Апофатическое богословие на том, и она на этом основана. Так, а это же мысль написана в Библии, что... Как сказать? Как там? Плохо. Ну в общем, что бы ты ни сказал, а ты не мог, короче. Это апофатическое богословие из того, что ты сказал. Слушайте, ты говорил по поводу сущность, сущность бытие и небытие. Да? Сущие, сущие бытие и небытие. Ну, сущность, по-моему, что-то, да? Сущие бытие. Сущность в небе. Брат Channel. Братненько. Братненько. С stuffing, может быть, нужно всё так сделать, если ты... Продолжение следует...